приветствую вас мои дорогие подписчики и проходившие мимо сегодня рассказываю о учете собственного веса при растяжении сжатия разберемся собственным весом вот в таком стержне он закреплен вверху жестко заделка внизу конец свободный и собственный вес и соответственно тянется к земле вниз сделаем сечения на расстоянии снизу со стороны свободного конца и заглянем внутрь нарисуем это сечение отдельно вот наш кусочек длиной x x изменяется от 0 до l то есть вот отсюда до конца нашего стержня этот x будет изменяться что значит изменяться сечение может находиться здесь 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 и вес будет расти по мере того как мы будем предлежать приближаться к защемлению так вот наш кусочек длиной x к нему приложена сила f от сечения к оставшейся части то есть в данном случае вверх мы направляем внутренние усилия но теперь внутренние усилия будет сильно зависеть от того какой кусок длиной мы возьмем длина x будет и поэтому собственный вес будет меняться в зависимости от расстояния на котором мы возьмем это сечение сопротивление материалов принято использовать такую характеристику который называется удельный вес гамма гамма это вес одного сантиметра кубического обычно килограммы на сантиметры кубические или кило ньютоны нам будут нужны на сантиметры кубические это вес объема сантиметра кубического в килограммах или в килограммах так примеру сталь весит 7,8 грамм на сантиметр кубический и если переводить в килограмм это будет 7,8 на 10 в минус 5 килограмм на сантиметр кубический как это мы делаем мы во первых берем переведем для начала в тонны 7,8 на 10 в минус 6 тонн на сантиметр кубический но так как кило ньютон это 0 1 тонны или одна тонна это 10 кило ньютонов 10 то есть 981 или упрощенно 10 вес до вес умножить на же то есть масса в килограммах в тоннах умножается на же ускорение свободного падения таким образом мы получаем сил так вот 7,8 на 10 минус 6 тонн на сантиметр кубический вес 1 сантиметр кубического нашей стали и тогда переводя вот соответственно по нашей формуле мы получаем что нужно домножить на 10 и таким образом мы получаем 7,8 на 10 в минус 5 килограмм весит 1 сантиметр кубический вот такая зависимость продолжим наши изыскания конечно же вес прикладывается в центре тяжести центр тяжести для прямоугольника находится на пересечении диагонали в данном случае центр тяжести находится в центре значит этот вес обозначили уже из чего будет состоять он будет состоять из удельного веса будет состоять из объема а умножить на x длина x а площадь поперечного сечения площадь умножена на длину это и есть объем а гамма это вес 1 1 единицы объема вот таким образом мы обозначили вес значит теперь спроецировав все на оси x сумма проекции на оси x нам даст n с минусом от x плюс g и плюс f и равняется нулю то есть все силы которые совпадают с направлением оси x берутся со знаком плюс все силы которые не совпадают с оси x берутся со знаком минус вот мы записали и сумма сил должна равняться нулю потому что весь этот кусочек находится в равновесии никуда не перемещается значит равновесие это и есть сумма сил по закону дальше значит отсюда мы получаем что этот x будет равняться же плюс f но так как же у нас состоит из переменной включает себя переменную величину x то нам нужно это расписать значит получается так f плюс гамма а x и этот вес в начале стержня вот в этом сечении практически отсутствует потому что их здесь равен нулю и вес будет равняться нулю и чем дальше мы перемещаемся тем больше будет величина веса влиять на внутреннее усилие то есть добавляться к внутреннему усилию увидим это сейчас из подставление пределов изменения x а в нашу формулу n от x значит n от x равные нулю вместо x а вот в эту часть формулы поставляем x равны нулю f плюс 0 то есть n от x равная нулю вот в этой точке внутреннее усилие усилие равняется только f в точке где у нас заделка то есть там где x будет равняться максимальной длине всей длине значит тогда n от x равны и посмотрим что там получается f плюс гамма а и то есть эта величина имеет максимальное значение вот в этой точке здесь вес стержня максимально влияет на внутреннее усилие соответственно на напряжение мы помним что напряжение в растяжении и жатие и это n разделить на по здесь напряжение тоже будет зависеть от икса так же как и н зависит от икса вот такая вот особенности и гма от их равняется ее на x разделить на на движение здесь будет в меньшей степени в меню не будет зависеть от веса здесь будет зависеть от веса и будет максимально влияние веса подставим наше значение в нашу формулу для напряжения сигма от x равное нулю будет равняться f разделить на а сигма от x равный и мы получаем f плюс же разделить на а же это вес стержня полный гамма а и вот таким образом мы видим что сила вот здесь создает только внутренние усилия и напряжения а здесь создает внутренние усилия и напряжения сила плюс весь вес естественно что мы можем в любой точке найти насколько влияет вес поставил просто x соответствующие значения и x у нас изменяется кому как мы уже писали от 0 до l я кстати тут добавил от меньше либо равно не строгое неравенство потому что так правильно с точки зрения математики соответственно поставил в пределы изменения x а вот сюда l пополам к примеру мы получим вес половины стержня и так далее то есть меняя x мы находим сечение и находим влияние в этом сечении веса той части которую мы отсекли это все предельно просто но это легко увидеть с помощью графика сейчас какой график график изменения например внутренние усилия и над x мы видим что и над x это константа плюс величина с константой умноженное на перемен что это означает график вида y равняется а x плюс b которые мы которому мы привыкли вот это же самая формула у нас записано здесь переменные возле x а плюс какая-то константа эта линия прямая мы привыкли строить такую такой график y x и у нас получается вот такая вот линия изменение величины а умножить на x плюс b вот так выглядит график этой линии конечно же вертикальная ось y горизонтальная ось x и по нашей формуле угол наклона линии связан с буквой а да то есть коэффициентом при иксе буква b у нас задает вот это расстояние от нуля когда x равен нулю вот это расстояние y равняется b вот это расстояние плюс b мы тут и откладываем ну это мы привыкли строить координатных осях y и x а теперь мы построим наш график координатных осях n x что у нас видно из наших расчетов мы брали x равный нулю внизу стержня а x равный л брали вверху стержня то есть x у нас изменялся снизу вверх так я его направляю на графике координатную ось n от x я направляю влево просто у меня здесь свободное место положительное направление я направил влево чтобы слева откладывать плюс а если у меня будет отрицательное значение соответственно буду знать что у меня здесь минусы теперь поставляю поставленные значения откладываю на графике при x равном нулю получил плюс f отложил значение плюс f при x равном l я получил f плюс гамма а и то есть значение чуть чуть больше чем f здесь я пишу f плюс гамма а или f плюс g соответственно так как линия мы уже говорили x ходит в первой степени линия прямая значит мы эти две точки должны соединить прямой линии как мы помним из школьного курса математики нам достаточно двух точек чтобы получить прямую линию вот так мы нарисовали наш график а потом идет оформить оформительская работа здесь ставят знак плюс потому что с положительной стороны направо находится наш график и рисуют такие перпендикулярные линии к оси x перпендикуляр и коси x на самом деле мы только что построили и пюру и над x и вот так она просто строится ничего страшного в том названии сопротивление материалов построение пюр нет да и как всегда ваши лайки помогают увидеть другим мое видео помогают мне понимать что я это делаю не зря и заходите в нашей группе вконтакте все будет внизу в описании к видео и из то а также вы можете прийти к нам на курс для более детального и глубокого изучения сопротивления материалов в котором я буду вам рассказывать как и здесь у доски примеры давать домашние задания решать с вами задачи те которые вам нужны по вашей специальности или те которые вы выберете сами и из жизни или сборника задач мы с вами это все согласуем и все решим вот так вместе мы с вами осилим курс сопротивления материалов очень быстро и знание было достаточно качественными чтобы вы могли идти дальше по жизни с уверенностью что вы знаете сопротивление материала